Вопрос от Анны. Здравствуйте, Алексей. Спасибо вам за доступную помощь в решении некоторых жизненных проблем. Многие ваши советы помогают разобрать по полочкам борта в голове. Но, к сожалению, не могу никак разобраться с мыслью о том, что делаю все не так в воспитании сына. И вообще такое ощущение, что нахожусь как в тумане, не могу четко контролировать свои действия по отношению к происходящему в жизни. У меня два сыночка, три и один год, с появлением второго я постоянно срываюсь и кричу на старшего сына. Хотя прекрасно понимаю, что некоторые его капризы в выходке от недостатка внимания. Я очень стараюсь сглаживать некоторые ситуации, чтобы не ругаться на него, объясняя, почему нельзя себя вести в такой или иной ситуации. Но он смотрит в глаза и, улыбаясь, повторяет свои действия. И в какой-то момент меня как будто переглинивает, я начинаю повышать голос, остановиться не могу, пока не выпущу весь свой гнев. У него стали возникать вопросы, что его не любят, часто обиды на окружающих, раздражительность и плаксивость. Я очень переживаю за него и боюсь, что порчу ему психику. В связи с этим у меня возникли вопросы. Как контролировать себя, останавливать свой поток и небо? Стало я от мужа слышать, ты успокоишься уже. Как научиться договариваться без крика? Моя проблема и с ребенком, и с мужем. Не поздно ли все исправить в отношениях с сыном? Такой вопрос. Ой, по детям я, конечно, сейчас так не смогу, потому что мне благо, что у меня супруга по детям хорошо работает. И вот эти рисуночные тесты, как бы они кажутся банальными и так далее, но они очень хорошие, чем в проективной методике ребенок показывает, как он видит эту ситуацию изнутри. И иногда, когда у меня супруга, она говорит, я приду с ребенком, она говорит, не надо ребенка. Это все проблемы ваши. Давайте, говорит, я вам расскажу, как ребенок вас видит и что он в вас видит. И когда матери рассказываешь, она так бодрится. Поэтому, ну, этот тест, там, моя семья, дом, дерево, человек, несуществующие животные, она может, ну, нераспространенно, может пройти и сделать. А вот как бороться с гневом, потому что я почему сказал, ну, прямо сейчас опять классика, купите 33 и сделайте эти упражнения. Наконец-то. Да, потому что, ну, вот мы все время реагируем на последнюю каплю. А вот то, что накопилось, вот это, это как раз и есть то, что мы, вот, накапливается. Мы в основном видим уже готовую лужу, а вот где капает батарея, мы не замечаем. Может, посмотреть, где капает. Вот тут одна капелька, тут вот кран подкапывают, а в итоге вон вся лужа. Или там с крыши течет, я говорю, так, ну, понимаете, надо не баки ставить, чтобы выливать и чашу терпения увеличивать. А может, крышу починить или ту, или эту. Ну, там, ну, ну, что-то. Поэтому, как, чисто не там, где метут, а там, где не ссорят. Поэтому сначала выяснить, вот пока не выльется все, что накопилось. Откуда накопилось? Откуда накопилось? Вот что конкретно? И более того, женщины, ну, это же эмоциональные существа. И более того, когда я уже сам часто это слышал от других, потом на своей семье это испытал, когда мать говорит, вот, ты бы с ним остался часа на три. И, как правило, когда отец остается с ребенком, он остается, блин, на сутки, хоть бы один конфликт был. Они идеально проживают, потому что мужики, они конкретно, что хочешь-то? Я вот это, с чего взял-то? Ну, мало ли что. Да, ну, я хочу, я тоже хочу. Ну, хоти. Все. Замедно такое. И, а эти там щебеечут, щебеечут там как-то. Я когда смотрел, когда у меня супруга начинала ругаться с сыном, я не понимал, кто из них старший. Она прям хова, падает до уровня ребенка, и бля-бля-бля-бля-бля-бля, такие обидки прям. Ну, у женщины еще хуже бывает. Бывает, бабушка жалуется своей дочери на своего внука. Это мне когда супруга сказала, мама, ты вообще моя мама. И ты жалуешься мне, дочери, на моего ребенка. Ну, взяла бы и сказала, цыц, и все. Ну, поэтому, когда берешь и спрашиваешь, что конкретно. Кстати, женщин больше всего раздражают, что конкретно. Вот конкретизация вопроса. И если спрашивают, как, вот не поздно ли, пора. Не бывает поздно, чем раньше, тем лучше. Но конкретизация, что конкретно не нравится. Что конкретно. Более того, а ребенок, ну, особенно до 7 лет, он это будет еще больше изводить. Обязательно. Ну, раз вы не прорабатываете с мужем, значит, он будет с сыном прорабатываться. Муж еще, ладно, развернется, скажет, ой, да ну тебя нафиг, и уйдет. Ребенок нет. Потому что, ну, по вот этому закону, как огнется, так и бездюгнется. Ребенка не прогонишь. С мужем можно разойтись с ребенком, нет. На ребенке всегда усиливается. Все проблемы, которые с мужем, обязательно усилятся на ребенке. Все, что вы не приняли к муже, усилится на ребенке. Это, когда работал с наркоманами, у всех почти наркоманов, отцы алкоголики. Мать не принимает алкоголизм на еще больше. А в обратную сторону работает, что не принял в женщине, то в дочери будет. Ой, я даже не знаю. Потому что, ну, ребенок, я все время говорю, смотрит на мир материнскими глазами. Отцы не могут столько энергетики дать. Отцы как-то правила восстанавливают. Да, и отцы, они более стабильны. А женщины, это же забег в ширину, куча эмоций и так далее и тому подобное. Это почему, для чего женщине не нужен-то мужчина? Не только для секса, а чтобы иногда вот эта вот точка, которая, брррр, юстировка, на ноль настроились, опять пошли. Опять разболталась. Ты говорил, что когда матери наркоманов исправлялись, что происходило? Там и мужики сразу переставали петь, и дети начинали выздоровлять. Это забавно, но это есть. Регулярно такое было? Ну, очень много, скажем так, тенденция. И когда эта тенденция пошла, нам запретили работать с родителями. Забавно. Я не знаю, не берусь туда лезть. И сказали, нельзя работать с родителями. Я говорю, понял. Но в одном случае там даже ребенок не дошел до меня, бросил колоться сам. То есть там мать начала что-то менять. Так, ребенок тык-тык-тык-тык, и сам слез с этого дела, и все. И потом, когда начали, она как-то встретилась, и она говорит, ну, он уже женился, все. И вот сваты, то есть, они говорят, как ты воспитала такого идеального мальчика? Она говорит, господи, если бы они знали, сколько этот идеальный мальчик выпил у меня крови. Я говорю, значит, не так подставлялась. Она говорит, ну да. Но она, правда, там пахала. Я тогда первый раз увидел женщину, которая с таким энтузиазмом работала. То есть там вообще прелесть. Как только приняла, почему это. Разобралась, почему мужики пьют. Почему это происходит. То есть не осуждение, а проблема почему. Зачем они это делают. То есть, получается, главное понять, простить и принять своего ребенка. Можно даже помочь еще. Помоги. Вот. Но когда понять, почему это происходит. То есть пока ты. Поэтому, более того, рецепт одного другому не подходит. Просто не подходит. Они вообще не подходят. Более того, мой подход в наркологии, он считается неправильным. Потому что я зашел совсем с другой стороны. Потому что у нас в официальной наркологии положено осуждать это. И все осуждают. А я там осуждамся. А я сказал, почему люди уходят в наркотики. Люди уходят в наркотики, потому что свои не выделяются. Свои не выделяются. Почему? Потому что не срабатывает центр удовольствия. Центр удовольствия не срабатывает. Почему? Потому что нет побед. Нет побед почему? Потому что чувство вины. А почему чувство вины? Потому что он воспитан идеально. А эти идеалы не подходят. Потому что чем идеальнее воспитан, тем тяжелее в реальности. И поэтому, когда я понял, что он как раз более виноватый, и раз у него внутренние наркотики не выделяются, ему приходится переходить вот на эти. И поэтому, когда я рассказал это родителям, они говорят, точно, он пока в школе учился, там одни пятерки. Вот скажешь, вот здесь играй, никуда не отходи. Он здесь играет и никуда не отходит. Он был идеально послушный. Ну вообще, то есть он адаптирован под маму. Он комнатный. А потом, когда клетку открыли и выпустили, а он летать не умеет. А он летать не умеет, ну и кто он? А кайф-то тоже хочется. Нужны победы, нужны это. И иногда вот там простая победа включалась с точностью наоборот. Это, помню, я принес гитару, и мы вечер просидели, проиграли на гитаре. И один сидел, ой, я же эту песню знал, я же слова не помню. И он потом, а можно мне гитару на ночь оставить? Я говорю, да на, только. И он за ночь вспомнил столько песен, ему этот кайф был настолько, вот эти внутренние победы. И он говорит, я понял, в чем кайф, когда ты говорил, что нужны чистые мозги. И вот ему понравилось, что мозги чистые, они вспомнили, а вот этот солидол, вот этот голый, ему стал не нравиться. Но ничего в жизни вкуснее, нет, чем победа. Ничего. И когда ты обрел вот эту победу, это вкусно. Поэтому и каждый, вот опять же, все сейчас один корень, немощи могущества. Научите ребенка быть могучим. Вы тоже психуете из-за чего? Из-за собственной немощи, я не могу справиться ни с ребенком, ни с этим, ага. И чем больше немощи, тем больше я поиск виноват. Из-за тебя не могу, ты отвлекаешь, у меня тут сейчас он маленький. Это ты отвлекаешь, это ты отвлекаешь, ты, из-за вас всех, все кругом козлы, вот. И так далее. А на самом деле я почувствовал свою немощь, ищу виноватых. Ну, блин, опять все как-то банально, если по схемам все. Все слишком банально. Как легко на гладкой карте. Стрелку начертить. А потом решать трудно. На сегодня вопросы подошли к концу. Спасибо, Алексей. Мы сегодня очень хорошо поработали. Надеюсь, на многие вопросы наших зрителей ответили. Следите за нашим каналом. У нас будут появляться новые ответы на вопросы. Пишите ваши вопросы на нашем сайте. До свидания. Счастья вам!